Я всегда волнуюсь, хотя даже несмотря на кого играю. У меня вот есть моя поддержка, партнер, который всегда успокоит. Как-то делаю приседания, чтобы не волноваться. Ну, волнение всегда присутствует, потому что без этого, я думаю, никак. Потому что, если быть в себе уверенным, у тебя не будет такого куража внутри, энергии, того состояния, которое ты хочешь передать. По-разному всегда. Когда бывает плохое настроение, а тебе нужно улыбаться, смеяться, ну, очень тяжело. Но нужно как-то подбатривать себя. И, еще раз говорю, партнер тоже подбатривает. Было очень круто, было здорово, потому что, ну, как бы первый раз работали на зрителя живого, незаинтересованного, не своего университетского, а, как бы, чужие люди пришли с улицы посмотреть. И поэтому очень приятно было, когда, как бы, видишь живую реакцию, настоящую. Именно не так, что это какая-то поддельная ха-ха-ха, надо похлопать, потому что это наши друзья. Нет, а именно из-за того, что, как бы, людям было интересно. Совершенно ничего не ожидал, просто шел, как бы, для того, чтобы выступить, для того, чтобы, ну, чтобы люди ушли довольные, с хорошим настроением. Ну, и я надеюсь, что получилось. Переживала сначала, что, как зритель примет, но вначале разогрели хорошо, чеховым чайка была, потом была, что у нас, Тэфи, ну, и потом было наше пропащее дело, которое оказалось не совсем пропащим. Характерные роли мне больше нравятся, но мне в эту роль, которая у меня была, мне было очень сложно в нее вжиться. Где-то месяца два я вживалась, я не понимала, как мне себя вести, что я чувствую. Я очень рад, что выпал такой шанс все-таки для нас, так как первая выездная, можно так сказать, наша игра, наша работа. Вот, и мы очень благодарны, конечно же, тем людям, которые нас пригласили. Мы благодарны Нине Александровне Ильиной, которая, она нас направила. Правила, каждое выступление, несмотря на сцене, но или в простых условиях, это, конечно же, опыт, это, конечно же, впечатление, и это очень приятно. Поскольку мы артисты, будущее, и это наша работа, а наша работа, это для нас превыше всего. А теперь я с ним. У нас замечательная мастерская, где все педагоги друг друга дополняют, поэтому такие гармоничные, умные и талантливые дети у нас растятся. Потому что каждый педагог обладает уникальной энергетической силой, и он переливает эту душу, эту силу, эту свою речевую уникальную способность, свой ораторский дар. Я могу сказать, что я всем даю совет идти на актерский факультет без исключения. Я могу пример привести, у нас есть 177-я школа в Киеве, 177-я, где актерское мастерство введено на 6-м классе как предмет для всех. И я считаю, что человек каждый должен, чтобы почувствовать себя гармонично, чтобы развить в себе высокие, такие чувственные и утонченные вибрации. То есть почувствовать мир искусства, он должен обязательно, чтобы быть гармонизирован, он должен пройти эту школу. Вот ребята второго курса сегодня держали зал около часу, и зал вышел в таком восторге и на таком подъеме. Это не было, ой, когда этот спектакль наконец закончится, нас туда загнали, что-то показывать. Многие для себя открыли, что такое театр. И даже мальчик давал интервью и сказал, я мало бывал в театрах. Но даже по сравнению с теми академическими театрами, где я был, сегодняшний театр для меня самый лучший в жизни, который я пока видел. Я очень обожаю театр, и поэтому мне это нравится, мне хотелось, если мы работаем с молодой, показать, что библиотека может дать, кроме того, что мы имеем книжковый фонд в библиотеке, залучить еще творческих людей до співпрации. Уже просто библиотека, как книгозбірня, вона уже не влаштовує сучасного молодого користувача, и мы уже так интерактивно, что это мое быть такая очи в очи, співпеседа, разговора. И тем более, если это еще такого же самого практичного века студенти Институту кино и телебачения, я очень благодарна, особенно Нине Александровне Ильине, за то, что она взяла активную участь в организации такого тижня, и будем так сподіваться, что это не последний наш день.